Пум-пум! Правда она похожа на детскую шапку, но она мне так нравится, пум-пончиком, такая супер-супер-клёсная. Всем привет! Сегодня буду делать для вас так то или это. У меня не было в последнее время времени вообще, если честно, снимать видео, у меня на работе полный завал. И вот сел я вчера вечером и думаю, что же вам приготовить на четверг. Так, позвонила Оле, вернее написала ей сообщение, Оле помогай. Оля не в понятках пишет мне, что случилось, что-то делось, быстро мне позвонила. В общем, и хотела я сделать вам какое-то такое легкое, интересное, смешное видео. Поискали мы разные таги, потому что вроде бы таги многим интересны. И нашли мы таг, который называется то или это. Он в себя включает и косметические продукты, и немножко просто такого разного, и мода немножко. В общем, всё обо всём. Так что сегодня будет для вас таг. Сразу вам скажу, я его не... я нашла его на русском, но мне не понравилось, как его перевели. Поэтому я просто буду читать с английского и переводить сразу же. И несколько вопросов я уже поменял и вставила свои или убрала, потому что оригинальный таг он американский. Ну и некоторые вопросы просто не подходят по... на международных людей. Итак, вы вместе со мной можете отвечать на эти вопросы, потому что я уверена, что вы, половину из вас точно будут знать, что я отвечу, потому что вы уже меня знаете. Итак, первое. Румяна или бронзер? Румяна, однозначно румяна, вы все знаете, что я обожаю румяна. Блески или помады? Как вы думаете, блески или помады? Однозначно помады, я терпеть не могу блески, поэтому только помады. Наверное, из блесков выросла, но на самом деле, по-моему, никогда их не любила. Айлайнер или тушь? А, тушь, потому что айлайнером я просто пользуюсь намного реже, тушью я пользуюсь каждый день почти, а айлайнером я, может быть, пользуюсь раз в неделю, два раза в неделю, может быть, иногда раз в две недели. Консилер или тональник? Наверное, я скажу, что... Наверное, все-таки тональник, консилер, я могу не пользоваться консилером и тональником могу не пользоваться, но, наверное, если вместе выбирать, если между ними выбирать, то, наверное, тональник. Натуральные глаза или цветные глаза? Мои обыкновенные, естественные, но если выбирать между двумя, только натуральные. Прессованные или рассыпчатые тени? Не тени другие. Я не знаю, поняли ли вы или не поняли, тени я не очень люблю. Но если выбирать из этих двух, то это будут прессованные, потому что рассыпчатые я и так им и пользоваться не очень люблю. Если честно, то, наверное, знаете, такие тени от Клиник в стике, вот такие вот. Не тени эти. Кисти или спонжи? Какой-то нечестный вопрос. Кисти для всего, но спонжи сейчас я пользуюсь для тональника, поэтому и то, и другое. Я не могу что-то одно выбрать. Ты не можешь спонжем ничего, кроме тональника, наносить, поэтому на данный момент свой тональный крем я наношу спонжем. OPI и China Glaze. Не то, не другое. Эсси. А OPI у меня был один лак, и он мне не очень понравился. China Glaze лаки на мне вообще не дерутся, поэтому только эсси. Короткие или длинные ногти? Коротенькие. Акриловые или натуральные ногти? Вообще натуральные, но когда-то у меня были акриловые ногти, даже не акриловые, какие они тогда были? У меня лет, наверное, так 8 назад или 7 назад. Я себе делала накладные ногти, продержались они у меня буквально на месяце 4, потому что мне все время казалось, что у меня есть какое-то инородное тело в моем теле, и я их сняла сразу. Я не знаю, какие они были, акриловые, наверное, акриловые. Вот такие, знаете, накладные, я не знаю, сейчас их есть много разных, более натуральных. Хотя я могу вам сказать, что это красиво на моей руке выглядит, потому что у меня рука очень-очень пухлая, и ноготь, когда он был немножко длинный, то есть немного длиннее, я делала такие очень, знаете, натуральные, то выглядело очень так изящно красиво, более как бы пальцы более вытягивались, но я не могла с этим инородным чувством быть на своих пальцах, поэтому я их сняла очень быстро. Светлый лак или темный лак? Красный лак, я вам скажу. Ни темный, ни светый, я очень люблю красный лак, и, ну да, наверное, если отвечать между этими двумя, наверное, темный, потому что я люблю красный, я люблю серый, да, темный. Цветочками или без цветочков на ногтях, без всего. Не люблю вообще, чтобы на ногтях было что-то начериканно нарисовано. Люблю очень просто обыкновенный лак. Я не люблю лаки с блестками, я не люблю лаки эти песочные. В общем, я люблю самый обыкновенный глянцевый лак. Такая вот я скучная. Парфюм или парфюмированная вода. А тут я посмотрела это на русском языке, увидела, что там сравнивают парфюм или туалетная вода. Но тут на английском body splash, он не имеется, по-моему, туалетная вода, а имеются вот всякие вот такие вот водички, как Victoria's Secret, которые парфюмированные, поэтому я буду сравнивать между парфюмой и вот такой вот парфюмированной водичкой. Если сравнивать между ними двумя, конечно, парфюм, я вот это вот по секрету вам скажу, у меня она стоит в туалете для запаха, я ее на тело не пользуюсь, мне это вообще не нравится. Лосьон или масло для тела, однозначно лосьон, чтобы быстренько-быстренько впитывался. Мыло или гель для душа, гель для душа или крем для душа, но не мыло, я мылом уже, знаете, лет, наверное, не знаю, сколько не пользовалась. Я мылом вообще в душе не пользуюсь, а именно таким жидким мылом пользуюсь. Лаш или другие ванные компании, а лаш в Израиле нету, лаш я знаю только по Европе, поэтому если сравнивать то, что есть в Израиле, Лолин, Сабон и наш израильский бодишоп, то бодишоп вообще в счет не идет по мне. И буду сравнивать между Лолинами и Сабоном, могу сказать, что и то, и другое. У меня с ними, знаете, такая любовь, то мне нравится один, то мне нравится другой, то мне опять нравится один, то мне нравится другой. В общем, они мне вдвоем одинаково нравятся, потому что каждый что-то все время пытается исправить, сделать лучше, и запахи исправить, поэтому как-то вот они наравне идут. По таким, по годам. Джинсы или спортивные штаны? Джинсы, у меня дома нету ни одних спортивных штанов, но я вам этого не говорила. Короткий рукав или длинный рукав? Вообще, я предпочитаю длинный рукав, и даже в футболках я люблю, чтобы, даже не в футболках, а в летней одежде, в смысле я люблю, чтобы был рукавчик, поэтому однозначно длинный рукав, но не длинный досюда, я рукава досюда не ношу, я ношу рукава, я люблю три четверти рукава, они не длинные. Шарфы или шапки? Кто меня из вас знает, шапок у меня нет, но я вам принесла показать свою единственную шапку. Вот это мой единственный шапкин, других шапок у меня нету, нет, вру, у меня еще есть такая же другого цвета, так что однозначно шарфы, шарфов у меня миллион, а шапок у меня нету. Это я обычно беру, когда куда-то еду. Эту шапку я купила полтора года назад в Норвегии на каком-то базарчике, она мне стоила 100 крон, 100 крон норвежских, я не помню сколько это. В общем, очень-очень классная шапка, мне безумно-безумно хочется зимы, вы не представляете, как я хочу, чтобы уже поскорее пошла зима, чтобы я могла носить, что это такое, но для Израиля, если честно, это преувеличение. Ковбойские сапоги или сапоги байкера? Скажу, что вот такие вот сапожки, наверное, это ковбойские сапоги, более подковбойские сапоги, поэтому не настоящие ковбойские сапоги, а вот такие вот, такой вариант, вот эти вот обожаю на зиму, очень классненькие, купила их в Весусе, кому интересно. Куртка или бетловка с капюшоном? Куртка, у меня ни одного капюшона в доме нету, я не люблю капюшоны, поэтому с капюшонами, все, что с капюшоном, кроме такой зимней-зимней куртки, у меня ничего нету. Зара или Бершка? В Бершке купила одну вещь, поэтому однозначно только Зара. Покупки онлайн или покупки в магазинах? Однозначно онлайн, я предпочитаю больше все-таки делать покупки онлайн, нежели в магазинах, потому что я живу далеко, мне так удобнее, и я как-то уже знаю по своему телу определить, что мне подойдет, что мне не подойдет, какой материал мне подойдет, какой материал мне не подойдет, поэтому больше я люблю делать покупки онлайн. Кудрявые или прямые? Кудрявые. Хвост или пучок? Только пучок с хвостом, вы меня почти никогда не увидите. Невидимки или такие заколочки клипсики? Невидимки и то очень-очень редко. Спрей или гель? Ни то, ни другое. Крем для волос. Короткие или длинные волосы? На людях люблю очень длинные волосы, на себе предпочитаю такой средней длины, не длинные и не короткие. Светлые или темные? Ну, если смотреть по мне, наверное, темные. Челка. На бок или прямая? На себе челку не люблю вообще. Если на других, то вот такой вот прямой, чтобы она уже прям до сюда доходила. Волосы собирать или всегда, чтобы были распущены? Волосы в основном хожу распущены. Я объясню, почему. У меня очень-очень тонкий волос, и мне больно ходить с резинками и заколками, поэтому даже когда я делаю пучок, я его ничем не закалываю и никакой резинкой не прилепляю. Из-за того, что у меня волосы пышные, то мне хватит их просто поднять, закрутить и внутрь как бы поднять, и они у меня так могут продержаться целый день, поэтому я почти не пользуюсь ни резинками, ни заколками, ничем. И в основном хожу с распущенными волосами почти все время зимой, летом, все время. Дождь или солнышко? Однозначно дождь. Очень люблю дождь. И, наверное, потому что живу в жаркой стране, мне этого дождя не хватает, и поэтому дождь. Я когда приезжаю к маме в Ирландию, для меня это просто... Аллилуйя! Обожаю, обожаю дождь. Лето или зима? Вот тут вот такой вот вопрос с подковыркой. Я не люблю жаркое лето, но и не люблю снежную зиму, поэтому что-то посередине ни то, ни другое. А тут вот тоже вопрос с подковыркой. Осень или весна? И то, и другое. Обожаю осень, обождаю весну, и это как раз вот мое. Осень и весна. По мне жить в такой стране, есть такая страна в мире, где есть только осень и весна? Вот я в такой стране хочу жить. Шоколад или ванила? Ну, кто меня знает, однозначно только-только-только-только шоколад. И тут вопрос, который я придумала сама. В оригинальном таге написано это East Coast или West Coast. Поскольку я ни в Америке, ни East Coast, ни West Coast, я не могу выбрать. Я решила поменять это на север Израиля и юг Израиля. И это однозначно будет в север Израиля. Здесь я живу. И не потому, что на юге плохо, а потому, что на юге желто. А я люблю зелень и люблю, чтобы были высокие зеленые деревья. И это у нас есть только на севере. На юге, к сожалению, все пустыни. И не люблю я это. Ну что, на этом был весь таг. Надеюсь, вам было интересно. Я таги у вас всех-всех-всех это сделать. Если у вас есть письменный влог или у вас есть свой канал, и вы уже делали этот таг, обязательно оставляйте мне ссылки в комментариях. Мне будет очень интересно зайти, почитать, посмотреть. Потому что, мне кажется, он такой веселый, легкий, непринуждающий таг. Не знаю, как вам показалось. На сегодня будет все. Увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok